Вы имеете право хранить молчание. Все, что вы скажете, может и будет использовано против вас. Вы имеете право на адвоката. Если у вас нет денег на адвоката, он будет вам предоставлен за счет государства. Уверен, что эти слова вы десятки раз слышали, когда смотрели американские боевики или детективы, когда хмурый служитель американского закона кого-то задерживал и собирался доставить, там, не знаю, в полицейский участок. А задумывались ли вы, а, собственно говоря, почему вообще эти права зачитывают и зачем это делается? Всем привет, это Игорь Слопых. Я продолжаю серию видео о поворотных решениях Верховного Суда США. И сегодня буду рассказывать вам про дело Миранда против Аризоны, как раз, чтобы ответить на все эти вопросы. Дело на самом деле уникальное, но подумайте сами. Решение Верховного Суда США 60-х годов, понятное дело, что нашло свое отражение в правоприменении, но и в массовой культуре по всему миру. Вот эти слова, с которых я начал, ну, их знают, я не знаю, даже не десятки, наверное, а сотни миллионов людей. Даже на английский язык это решение повлияло. По фамилии подозреваемого в деле Миранда появился новый глагол в английском языке Mirandise, который означает «зачитать права задержанным». Ну, сейчас вам расскажу все по порядку, а вы поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, если, конечно, оно вам понравится. Буду благодарен, если напишите комментарий, ну, например, что вы думаете о решении Верховного Суда и как вы оцениваете, правильно ли суд определил баланс интересов между, с одной стороны, защитой прав задержанных, а с другой стороны, возможностью полиции работать так, как полиция привыкла и работает более эффективно для расследования преступлений. Миранда против Аризона – это короткое название решений. На самом деле, Верховный суд рассмотрел сразу четыре дела одной тематики. Полиция допрашивала обвиняемых без разъяснения им их прав, а признание в совершении преступления, полученное при таком допросе, становилось потом главным доказательством в уголовном деле при рассмотрении дела в суде. В полном названии кейса, вы его сейчас можете видеть на экране, отображены названия всех дел, но для краткости дело все равно называют именно именем Миранды. Необычный, скажем так, состав рассмотренного дела наложил свой отпечаток и на структуру самого решения. Вначале суд рассматривает общий вопрос о необходимости разъяснения прав задержанному до его допроса. И только лишь потом суд применяет только что сформулированные правила к четырем конкретным ситуациям. Структура особых мнений судей тоже изменилась, ведь у судей получалось пять пунктов, по которым они могли выразить свое несогласие. Во-первых, это общее правило, и далее это четыре конкретных дела. Что же случилось в деле? 13 марта 1963 года Эрнесто Миранда был задержан полицией по подозрению в похищении и изнасиловании женщины. В полицейском участке Миранду поместили в комнату для допросов, где два детектива допрашивали его в течение двух часов, в ходе которых они пытались получить признание в совершении преступления. Собственно, детективы смогли получить признание, и во время допроса полицейские не разъясняли Миранде его прав, в том числе не разъясняли право не свидетельствовать против себя и право на адвоката. Тем не менее, на бланке признание типографским способом было отпечатано, что признание сделано добровольно, без обещания иммунитета, без угроз, но с полным пониманием о подозреваемом прав и последствиях признания, которое будет использовано в суде. Присяжные на основании доказательств признали Миранду виновным в похищении и изнасиловании, а суд приговорил подсудимого к лишению свободы от 20 до 30 лет. Такой разброс нормальный для некоторых американских юрисдикций, когда финальный срок зависит, например, и от поведения во время нахождения в тюрьме. Признание Миранду в совершении преступления стало центральным доказательством на процессе. Адвокат осужденного обжаловал приговор в апелляции и указал, что признание обвиняемого получено незаконно, так как нарушает его права, и поэтому должно быть признано недопустимым доказательством. И, в свою очередь, присяжные не должны были никогда видеть это признание. Но Верховный суд Аризоны не согласился с защитников, сказав, что поскольку Миранда не просил адвоката, то его, собственно говоря, права и не были нарушены. Адвокат Миранды Джон Флинн, сейчас вы видите его на экране слева, а сам Миранда справа, обжаловал приговор в Верховный суд Соединенных Штатов Америки. Главным основанием, как и в апелляции, было то, что признание в совершении преступления получено незаконно, и это признание не должно было использоваться в суде перед присяжными. Я не буду описывать оставшиеся дела, но везде обстоятельства были более-менее одинаковые. Подсудимым не разъяснялись их права перед допросом, после задержания или ареста, а полученные признания использовались в суде. Номер 759. Решение было принято голосами 5 против 4 и отписал его председатель суда Уоррен. Это его голос вы только что слышали. Председатель суда открывал заседание суда по делу. Кстати, судья Уоррен сам по себе выдающаяся личность. Кроме того, что до назначения Верховный суд он был генеральным прокурором Калифорнии, ну, согласитесь, это можно ожидать от юриста, он также избирался и губернатором штата. Но из политики в итоге ушел обратно в вируспруденцию и стал вот председателем Верховного суда. В самом начале решения суд констатировал, проблема недопуска адвоката к задержанному – старая проблема, к которой суд уже обращался. В деле СКБ да против Иллинойса задержанного допрашивали 4 часа, пока не получили от него признание в убийстве, а просьба предоставить адвоката просто игнорировались. В итоге Верховный суд признал такое признание незаконным. Но в этот раз перед судом находились дела, в которых неучастие адвокатов в допросе было лишь частью проблемы, а суд намеревался рассмотреть более широкий вопрос, как именно в уголовном процессе должны соблюдаться пятая и шестая поправки к Конституции Соединенных Штатов Америки. Обе поправки содержат большое количество прав, но суд интересовало только два пункта. Первое. Право не свидетельствовать против себя. Это у нас получается, что пятая поправка, она распространяется только на уголовный процесс. И право на помощь адвоката в уголовном процессе. Это шестая поправка. Суд, прямо скажем, начал издалека, так сказать, с быстрой исторической справки. Процитировав кейс 70-летней давности, про максимум «никто не обязан сам себя обвинять», которое возникло как протест против инквизиции. Но, впрочем, достаточно быстро суд вернулся непосредственно к рассматриваемым делам и указал, что именно является предметом рассмотрения в текущем деле. Конституционный вопрос, который мы рассматриваем в каждом из этих дел, заключается в допустимости заявлений, полученных от обвиняемого, допрошенного во время нахождения под стражей или иным образом лишенного свободы действий в значительной степени. Суд интересовал именно допрос в условиях лишения подозреваемого свободы. При этом речь шла не о заключении под стражу сутов, а о задержании подозреваемого, когда, например, его лишают свободы, задерживают, после чего допрашивают, задерживая. Поскольку полиция стремилась в ходе таких допросов изолировать подозреваемого от внешнего мира и также применяла психологическое, иногда даже и физическое насилие, суд указал, до тех пор, пока не будет достигнуто надлежащее ограничение при допросе после задержания, как это предполагается настоящим решением, нельзя будет гарантировать, что практика такого рода будет искоренена в ближайшем будущем. Ранее принятые судом миры сработали, но насилие изменилось. Из физического насилия, против которого суд боролся, оно стало психологическим, включая психологическое давление на подозреваемого, которого лишают свободы, запирают в комнате для допросов, где потом детективы используют разные подходы, чтобы получить признание. Ну, я бы назвал такие методы гнилые оперские разводки, но, как вы догадываетесь, таких слов в решении Верховного суда США не было. А вот специальные инструкции полиции по допросу решения упоминались. В этих инструкциях было указано, что изоляция подозреваемого от внешнего мира – это ключевой фактор успешности допроса. Судьи цитировали полицейские инструкции и практики по допросу. Окей, подозреваемый попросил адвоката? Хорошо, скажите, что это дорого. Зачем тебе платить за адвоката, если ты невиновен? Или, если речь идет об убийстве, ну, убедите подозреваемого признаться с учетом того, что он не хотел убивать, это вышло случайно, или он защищался. Если подозреваемый молчит, хорошо, предложите поставить его на свое место. Если подозреваемый молчит, значит, что-то скрывает, поэтому давай рассказывай. Ну, и куда без классики «Хороший коп – плохой коп» – суд называет этот подход «Мат энд Джефф» по имени двух противоположных героев комиксов. Суд описал также, как полиция использует опознание со стороны настоящих и выдуманных свидетелей, чтобы показать подозреваемому, что нет смысла отпираться и чтобы он как можно быстрее написал признание. Ну, например, подозреваемого ставили якобы для опознания с другими лицами, а подставной свидетель, именно подставной, только подозреваемый не знал, что это подставной свидетель, демонстративно показывал на подозреваемого, а полицейские говорили, ну, вот, видишь, тебя опознали, все, ты не можешь уже отпираться, смысла никакого нет, это бесполезно. Среди примеров, которые приводили судьи в решении из других дел, были достаточно шокирующие. Так в одном деле женщину заставили сознаться в преступлении, изолировав ее от детей и угрожая этих самых детей отобрать. А в другом признание дал девятнадцатилетний героиновый наркоман в состоянии ломки, который был, ну, на все готов согласиться. В случаях, рассматриваемых нами сегодня, учитывая приведенный контекст, наша основная забота – это атмосфера во время допроса и зло, которое она может принести. Очевидно, что такая атмосфера допроса создана ни для чего иного, как только для подчинения личности и подчинения воли допрашивающего. Эта обстановка носит свой собственный признак запугивания. Конечно, это не физическое запугивание, но оно также разрушительно для человеческого достоинства. Текущая практика допросов с изоляцией от окружающего мира противоречит одному из самых важных принципов нашей нации, что человек не может быть принужден обвинить самого себя. В итоге суд повторил свой вывод, что необходимы ограничения на то, как полиция действует во время допросов, после того, как задержала подозреваемого. Но какие это должны быть ограничения? Как найти баланс между тем, чтобы не дать полиции выбивать признание через психологическое или, не дай бог, физическое давление с одной стороны, а с другой стороны позволить полиции делать свою работу, что невозможно без применения методик расследования преступлений, которые зачастую включают в себя и разные хитрости. С некоторыми ситуациями суду удалось легко разобраться. Ну, скажем, если подозреваемый попросил адвоката, адвокат ему не был предоставлен, то недопустимость использования признания в суде достаточная гарантия соблюдения закона. Но как быть с тем, чтобы права не давать показаний против себя и права на адвоката не нарушаясь? В Конституции ничего по этому поводу не сказано, поэтому судьи должны были сами сформулировать механизм, как гарантии так предоставить. Собственно, суд и сформулировал такой механизм через обязательное разъяснение прав. Что сказал суд? Во-первых, подозреваемый должен знать, что может хранить молчание. Если задержанного собираются допрашивать, ему сначала должно быть ясно и однозначно сообщено, что у него есть право на молчание. Более важно, такое предупреждение является абсолютным предварительным условием для преодоления характерного давления обстановки во время допроса. Предупреждение также покажет человеку, что допрашивающие полицейские или другие правоохранители готовы признать его привилегию, если он решит воспользоваться ею и не давать показаний. Во-вторых, подозреваемому нужно разъяснить, что все, что он скажет, может быть использовано против него в суде. Это предупреждение необходимо, чтобы он осознал не только свое право, но и последствия, если он откажется от своего права. Более того, такое предупреждение покажет человеку, что его интересы не совпадают с интересами тех, кто его задерживает и потом после этого задержания допрашивает. В-третьих, для выбора молчать или говорить подозреваемому может потребоваться адвокат, который станет дополнительной гарантией правоохранить молчание. При этом суд обратил особое внимание, что если подозреваемый не потребовал адвоката, это не значит, что он отказался от своего права. Отказ от права должен быть ясным и недвусмысленным, а молчание вообще никогда не может быть отказом от права, сказал суд. Наконец, само по себе право иметь адвоката, если подозреваемый не может за него заплатить, становится пшиком, оно иллюзорно. Судьи обратили внимание, что Конституция не разделяет. Богатые могут иметь адвоката, а бедные не могут. У всех без исключения есть право на адвоката, заметил суд. Если подозреваемый выскажет желание не свидетельствовать против себя или получить помощь адвоката, допрос должен быть немедленно остановлен. Это тоже гарантия исполнения требований суда. Но что будет, если правоохранители проигнорируют требования Верховного суда? В решении рассмотрен такой сценарий. Если допрос продолжается без присутствия адвоката и сделано признание, на правительство ложится тяжелая ноша доказать, что подсудимый осознанно и разумно отказался от своего права не свидетельствовать против себя и от права на адвоката по собственному выбору или по назначению. Этот суд всегда устанавливал высокие стандарты доказательства для отказа от конституционных прав. И мы подтверждаем эти стандарты в отношении допроса лиц, которые находятся под стражей. Также суд оговорился, что его решение распространяется только на случай лишения свободы в любой форме и последующий допрос после такого лишения свободы. Например, задержание подозреваемого, доставление его в полицейский участок, где его допрашивают. Общий опрос свидетелей, например, на месте преступления, который не связан с лишением свободы, этого свидетеля, разъяснение прав не требует, то есть это отдельная история. Признание обвиняемых суд также не ставил вне закона, если такое признание получено с соблюдением конституционных гарантий подозреваемому. То есть ничего против признания суд не имел. Главное соблюсти форму. Отдельно суд провел работу с возражением. Аргумент, который постоянно приводится в таких случаях, заключается в том, что потребность общества в допросе перевешивает права подозреваемых. Этот аргумент не является новым. Вся основная часть нашего предшествующего обсуждения демонстрирует, что Конституция предписала права индивида в случае его столкновения с властью государства, когда она установила в пятой поправке, что индивид не может быть принужден свидетельствовать против себя. Объем этого права не может быть уменьшен. Как когда-то заметил судья Верховного суда США Брэнд Айс, нарушение закона заразительное. Если правительство само нарушает законы, это порождает презрение к закону. Оно приглашает каждого стать законом для себя. Оно приглашает к анархии. Декларация того, что в администрировании уголовного права цель оправдывает средства, ведет к ужасной расплате. Кроме того, ссылаясь на другого известного судью, решение также отмечает, что именно методы осуществления уголовного правосудия определяют цивилизованность нации. Да и вообще, государство не может вмешиваться в права человека и мешать людям делать то, право на что дает Конституция Соединенных Штатов Америки. Однако суд взвешивает, не помешает ли новый подход деятельности полиции. Суд же должен в этом убедиться. Суд приводит практику работы Федерального бюро расследований, правила которого как федерального органа отличаются от правил работы полиции, которые разные в разных штатах. ФБР практикует разъяснение прав задержанным, что, тем не менее, не мешает проводить расследование, говорит суд. Ровно то же самое происходит и в американской военной юстиции. В частности, Кодекс военной юстиции требует разъяснять права задержанным, но и ничего, военная юстиция работает. Также суд ссылается на практику за границами США. В Англии, Шотландии, на Цейлоне есть аналогичные требования разъяснять права задержанным. И полиция работает, не происходит никакого нарушения работы полиции. Следующим шагом суда стало, собственно говоря, применение вот этих вот теоретических выкладок к ситуации Эрнеста Миранды. Суд указал, что доказательства в деле очевидно свидетельствуют о том, что обвиняемый не был уведомлен о своих правах. Не свидетельствовать против себя и пользоваться услугами адвоката. Ну а при таких обстоятельствах признание в совершении преступления, которое сделал Миранда, является недопустимым доказательством, в связи с чем приговор должен быть отменен. Решение Верховного суда, которое принимается с минимальным перевесом, а здесь это было 5-4, всегда богато на особые мнения. И, собственно, дело Миранды получается не из ключей. Судья Томас Кларк, вы его видите сейчас на фото, написал свое особое мнение, где частично не согласился с коллегами. Судья написал, что полицейские инструкции по допросам, на которые ссылался суд, не являются официальными. А то самое насилие, которое большинство судей хотят предотвратить, хотя и случается, да, действительно, но это бывает редко, по мнению судьи. Правоохранительные органы от муниципальных сил полиции штата до федеральных бюро несут ответственность за правопорядок и общественную безопасность в этой стране. Я горжусь их усилиями, которые, на мой взгляд, несправедливо оценены судебным мнением. Как сказал судья, лекарство, которое прописал суд, вполне себе может убить пациента, имея в виду, что работа правоохранителей будет парализована, а новым порядком и расследование остановится. Судья полагал, что разъяснение задержанному права на адвоката и возможность получить его бесплатно вполне себе достаточная мера для защиты прав задержанного. Соответственно, все остальные меры, которые потребовал применять суд, излишни, по мнению судьи. Осуждение Миранды судья бы не отменял, так как не видел нарушений Конституции во время получения признания от преступника. Судья Джон Маршал Харлен II, вы его видите на фото, написал свое особое мнение. Кстати, знаете, почему он второй? Потому что Джон Маршал Харлен I, дедушка судьи, сам был судьей Верховного суда США в конце 19-го, начало 20-го века. А к особому мнению судьи Харлена присоединились также судья Поттер Стюарт и судья Байрон Вайт. Я считаю, что решение суда представляет собой низкокачественное конституционное правосудие и несет вредные последствия для страны в целом. Насколько серьезными могут оказаться эти последствия может показать только время, но основные недостатки в обосновании суда, по моему мнению, становятся ясными уже сейчас, как только проблема рассматривается со всех сторон, так написал судья. Судья указал, что предложенные большинством суда меры все равно не будут работать против тех служителей закона, кто его нарушает. Ну, они просто будут врать, что все права разъяснили и на этом все. Но решение повернется против добросовестных полицейских и наработанного десятилетиями опыта в раскрытии преступлений. При этом в конституционном праве США нет оснований, про которые говорят судьи из большинства. А прецеденты Верховного Суда за последние 25 лет, по мнению судей, прекрасно и так защищают права подозреваемых и борются с нарушением закона со стороны правоохранительных органов. Более того, пятая поправка, на которую ссылаются судьи, не запрещает давление на подозреваемых, поэтому судьи взошли слишком далеко. Да и интересы общества в расследовании преступлений нужно ставить выше интересов подозреваемых. Суд рискует благополучием общество, навязывая стране свой новый режим. Социальные издержки преступности слишком велики, чтобы можно было назвать новые правила иначе, как опасным экспериментом. Суд посчитал, что приговор Миранди должен был остаться в силе. Во-первых, полицейские не применяли к подозреваемому никакого насилия, ни физического, ни психологического. Во-вторых, нет нарушений в том, что два полицейских днем допрашивали подозреваемого два часа. Ну, в этом нет ничего страшного, считал судья. У полицейских был законный интерес добиваться признания при минимальном количестве существующих других доказательств Миранды. При этом доводы суда о том, что в других странах применяется разъяснение прав, не верен по мнению суди, так как ни одна страна не пошла так далеко, как предложил Верховный суд США. В общем, судья решением был очень недоволен. Тем не менее, полученное признание и ответственная практика полицейской работы, которую последние предоставляют, должны быть принесены в жертву запутанной концепции справедливости суда, которую я серьезно сомневаюсь, что разделяют многие думающие граждане в этой стране. Так достаточно жестко написал судья. Ну и наконец, отдельное особое мнение написала судья Байрон Вайк. К этому особому мнению присоединились уже знакомые нам судьи Харлан и Стюарт, про которых я немножко выше говорил. Судья начал особое мнение с однозначного заявления. Предложение о том, что привилегия против самообвинения запрещает допрос под стражей без предупреждений и без явного отказа от адвоката, указанные в мнении большинства, не имеют существенной поддержки ни в истории привилегии, ни в формулировках самой пятой поправки Конституции США. Судья провел свой анализ истории прецедентов и сделал противоположные от большинства выводы. Также судья обратил внимание, что новое правило будет распространяться сразу на все преступления вне зависимости от тяжести. И на дела небольшой тяжести, и на особо тяжкие дела, и на закоренелого преступника будет распространяться новое правило, и на того, кто совершил преступление под влиянием каких-то неожиданно возникших жизненных обстоятельств. И это негативно скажется на некоторых категориях дел, которые чувствительны ко времени расследования, например, дела о похищении человека или дела о защите национальной безопасности. Правоохранителям будет тяжело расследовать такие дела, заявил судья. Как вы слышали, все особые мнения проникнуты сомнениями в том, что правоохранители смогут успешно работать в новых условиях. После вынесения решения по делу Миранды в обществе и особенно среди правоохранителей также можно было встретить много пессимизма, что работать невозможно. Причем суд отменил приговоры сразу по нескольким делам, включая дело Миранды, которого напомню, осудили за похищение и изнасилование. В архивах библиотеки Конгресса, куда судьи сдают свои документы, даже есть открытка, адресованная судьях Юга Блэку, с призывом подвергнуть председателя суда Уоррена импичменту и обвинениями суда в прокоммунистическом и пропреступном решении, в результате которого убийца четырехлетнего ребенка, который признался в преступлении, избежал в итоге ответственности. Я так понимаю, что автор писал о каком-то реальном деле, с которым был знаком и в котором это произошло. Но в деле Миранды все было не так плохо. Несмотря на отмену приговора Верховным судом, прокуратура Аризоны решила не опускать руки и попыталась осудить Миранду повторно. Даже без признания подсудимого справедливость все равно восторжествовала в деле Миранды. Дело закончилось аналогичным образом. В 67 году присяжные опять признали Миранду виновным, а суд приговорил его к такому же сроку заключения от 20 до 30 лет. Тем не менее, уже в 1972 году Миранда был выпущен из тюрьмы условно-досрочно, после чего все равно на какое-то время вернулся в тюрьму из-за совершения мелких преступлений. Кстати, интересно, что в то время у Миранды был и официальный источник заработка. За деньги он ставил автограф на карточке, которые в результате решения суда полицейский должен сообщить задержанному. 31 января 1976 года Эрнест Миранда был убит в драке в баре. Хотите, называйте это кармой и не называйте это кармой, но полиция по горячим следам задержала подозреваемого в убийстве. После разъяснения ему прав подозреваемый отказался говорить и потребовал к себе адвоката. Полиция так и не смогла добыть достаточно доказательств вины задержанного в таком очень быстром порядке и задержанного пришлось отпустить. А пока полиция собрала доказательства виновности подозреваемого, этот самый подозреваемый сбежал в Мексику и так и никогда не был арестован и осужден за убийство Эрнеста Миранда. Спор о том, где провести грань между правами полиции на расследование и правами человека и как сделать так, чтобы полиция делала свою работу качественно, не сажая невиновных бесконечно, но рано или поздно суду или законодателю приходится ставить точку в споре, что, собственно говоря, и сделал Верховный суд США в деле Миранда против Аризоны. Кстати, про противоречивость решения. В 2023 году вышел художественный фильм «Дьявол в деталях дела Миранды», где авторы подробно рассказали историю дела и ярко показали чувства потерпевшей по делу. Посмотрите, не пожалеете. Ну, а на этой ноте я заканчиваю, напоминаю про лайки и комментарии. Мне кажется, что тема настолько животрепещущая, неважно, в США, в России, что многие захотят высказаться. Не сдерживайте себя. Это поможет алгоритмам Ютьюба продвигать видео, чтобы про дело Миранда против Аризона узнало как можно больше людей. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok